добрый день дорогие друзья с вами канал 1 австралия я александр петров добрый день но не для всех не даже в австралии добрые буквально несколько дней тому назад наступили очень недобрые дни для одного из наиболее популярных известных на русском рынке колледжей ability college и здесь я искренне сожалею потому что я понимаю что этот колледж один из многих которые прекратили свое существование и еще прекратят это последствия вот этой всей закрытости страны когда люди не могут приехать сюда а в канаду сша даже великобританию могут поэтому это вызывает у нас не несколько вопросов я не говорю о правительстве когда она откроет границы с этим правительством уже все ясно надо ждать другого и надо ставить то правительство которое ну да бог с ним об этом говорилось часто какие уроки мы должны извлечь из закрытия колледжа ability многих других колледжей первое студенты не должны быть вырошенными и разговоры между колледжами о том куда пристроить студента это разговоры между работорговцами в принципе что-то типа этого я вижу эти разговоры и мы можем дать гораздо более лучшие условия для ребят которые в этом колледже но не забывайте сколько люди платили за обучение в этом колледже и они будут платить меньше то есть вот эти вот долги которые колледж имеет перед своими кредиторами эти долги перейдут или скажем так уменьшатся только благодаря тому что другой колледж даст лучшую оплату а вы дорогие друзья которые учились в колледже или такие таких же подобных колледже кто-нибудь может быть и видит эти кадры сейчас вы просто подумайте вы оказываетесь в ситуации когда вы заплатили 250 долларов и будете учиться в колледже который берет 150 125 вам будет обидно будет обидно спрашиваете своих агентов и спрашиваете себя почему учебное заведение не говорила вам почему скрывала от вас эту информацию почему государство дала возможность вас зачислить в это учебное заведение и первую очередь просите себя как вы выбирали своего агента вы находящиеся здесь и прошедший или еще вам предстоит пройти круги ада где ваши агенты хорошо если агенты с вами а если нет вот эти вот торги эти черки это не значит что вы обязаны пойти в это учебное заведение но это значит что ваш агент должен позаботиться о вашей судьбе кстати агентом тоже которые особенно сидят где-то далековато от австралии ну чё комиссионные наверно не получите так и по делам агент не находящийся на территории должен страдать жизнь такая по касается учебных заведений им тоже надо извлечь урок потому что завтра на месте ability колледжа может оказаться любое частное а может даже и государственное предприятие же открытую говорят что университетам следует уменьшить количество своих кампусов может быть головной кампус и останется остальных надо почистить если мы вдруг увидим что университет южного креста будет 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 только где-нибудь где он там находится в каком-то дыре забыл даже находится в лизморе да вот и что будет если нам сказать вот только лизмор или вот только допустим новый южный уэльс и квинсланд или то же самое университет центрального квинсланда центрального квинсланда вот и будьте там вы не лезьте в сидней мельбург хотя это может быть было бы и справедливо но для частных учебных заведений это вопрос жизни и смерти я не вижу людей с плакатами на улице у нас голосует у нас протестуют все кому не попадя против ношения масок против люди теряют миллионы долларов все эти колледжи стоили миллион полтора два 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 с половиной даже больше эти деньги исчезли это деньги инвесторов это деньги менеджеров это тысячи может быть уже десятки тысяч рабочих мест это все было white out сметено и это главный урок если учебные заведения вместе со своими студентами агентами если они вместе не выступят единым фронтом весь частный сектор и университетский сектор тоже опираясь на позицию парламенту если вместе не выступят и не покажут зубы завтра любой может оказаться там любой агент может оказаться без дохода любой студент может оказаться когда как премьер-министр говорил а мне плевать я забочусь только о своих гражданах вот эти граждане вместе со студентами должны протестовать может быть студентам не стоит выходить на улице на улице потому что студенческая виза хлипкая но по крайней мере показывать свои зубы хотя бы через учебные заведения заставляя учебные заведения протестовать студенты могут и должны на данный момент я вижу просто стадо баранов которые идет на заклание а если они добровольно идут на заклание значит туда им и дорога слава богу мы в нашем лодз колледже да в общем-то кингсон институте мы проводим политику лин менеджмент то есть никаких излишних расходов минимальные заработки в том числе естественные комиссионные и мы получаем полную лояльность наших студентов и год-два мы даже в такой тяжело тяжелой ситуации мы просуществуем но многие умрут и если они не будут протестовать так им и надо спасибо